ребят всем привет и добро пожаловать ко мне на канал и сегодня с вами поговорим на очень интересную тему именно мои топ 5 советов что нужно сделать и что важно знать перед переездом в сша если вы хотите чтобы иммиграция прошла комфортно и успешно и вы планируете переезжать в америку обязательно учтите некоторые моменты а я полагаюсь на своем опыте могу вам подсказать на что нужно обратить внимание перед переездом если вам актуально и интересна эта тема продолжайте смотреть это видео если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео итак поехали о самом главном прежде всего вы должны подумать по какой визе вы планируете переезжать в сша если вы еще в поисках информации на эту тему то сейчас предлагаю разобрать те виды виз о которых я часто слышу и попытаюсь кратко о них рассказать во первых вы можете выиграть green card которая дает право жить и работать в сша как вы знаете ежегодно штаты проводят лотерею в которой разыгрывают green card для участия вам нужно всего лишь заполнить анкету на сайте американского правительства и собственно ждать когда компьютеры выберет победителя и если вдруг вам повезло это вам нужно будет заполнить различные анкеты пройти медкомиссию собрать огромный пакет документов и потом прийти на собеседование в посольство сша если все пройдет хорошо то можно будет готовиться к переезду в америку во вторых вы можете получить приглашение на работу все вы найдете американскую компанию и убедитесь в том что ей нужен такой работник как вы то с ее помощью вы сможете оформить себе рабочую визу есть два типа виз это H1B и L1 виза H1B выдается квалифицированным работникам сроком на 3 года где документы на визу за вас подаст работодатель который должен доказать что он не смог найти на обещанную вам должность подходящего американца виза L1 выдается людям которые хотят открыть представительство своей компании в сша если у вас есть своя компания с хорошим годовым оборотом и как минимум с тремя наемными работниками у вас есть все шансы получить эту визу для этого вам нужно будет собрать огромный пакет документов переехать в сша сделать филиал прибыльным и тогда можно будет подавать подаваться на продление визы и получение грин карты также вы можете податься на визу талантов если вы выдающийся спортсмен музыкант ученый певец танцор и даже бизнесмен то вы можете претендовать на визу H1B это еще один тип рабочей визы поэтому подавать заявление на нее должен американец который хочет нанять вас на работу или который хочет продвигать ваш талант вам нужно будет предоставить все свидетельства своего таланта это различные грамоты дипломы альбомы картины записи с концерта в общем все что сможет подтвердить ваш талант также вы можете получить политическое убежище для получения убежища вам нужно будет доказать что вашем благополучии на родине что-то угрожает нужно будет указать кто именно вас притесняет само государство или просто злые люди от которых полиция отказывается вас защищать для подачи заявления подойдут случаи преследования из-за политических взглядов религиозных убеждений национальной принадлежности или принадлежности какой-либо социальной группе еще один способ получения документов сша это вы можете выйти замуж или жениться и получить визу невесты заключил брак с гражданином америки и потом вам нужно будет подать прошение грин карте и на интервью перед оформлением грин карты вам нужно будет доказать что ваш брак настоящий а не фиктивный вы должны жить вместе рассказывать одни и те же истории про совместный отпуск например ездить в гости к родителям друг друга иметь общие счета общих друзей и кучу совместных фотографий и случае если эффективность брака раскроется то вас ждет пять лет тюрьмы или огромный штраф так что не советую рисковать а также вы можете инвестировать в американский бизнес право жить и работать в сша дает виза и b5 а ее дают предпринимателям которые могут инвестировать деньги в бизнес сша необходимая сумма инвестиций рассчитывается в зависимости от местонахождения и типа компании приблизительно сумма инвестиций составляет примерно 1 миллион долларов но она может сократиться в два раза если вы вкладываетесь слаборазвитые или малонаселенные регионы ваше вложение должно создавать 10 новых рабочих мест как минимум на два года вот такие интересные варианты а с какой визой переезжать в америку думаю теперь у вас есть над чем подумать сша другой менталитет которому вам нужно будет привыкнуть я думаю вы не раз слышали про отличие менталитета между сша и другими странами европы и снг как минимум потому что это страна мигрантов где живет огромное множество разных людей со всех уголков мира с разной истории разным уровнем образования поэтому чтобы проникнуться всей необходимой информации которая может пригодиться новичкам и которые помогут вам избежать досадных ошибок и завышенных ожиданий при переезде в штаты я бы советовала вам заводить знакомства в социальных сетях с людьми которые проживают в сша узнавайте от них каково это жить в америке заодно потяните свой английский посещайте американские сайты интересуйтесь новостями и прежде всего ценами на жилье сайты по поиску работы помогут вам изучить рынок труда оценить свои перспективы и сделать кое-какие наметки дальнейшая информация поможет вам быстрее обжиться на новом месте и также не забывайте про сериал друзья или как я встретил вашу маму это как на примере потому что это старые добрые сериалы которые лично мне помогали иметь хоть малейшее представление того какие же они эти американцы о чем они шутят и после просмотра каждой серии у меня было чувство что я становлюсь ближе к их традиции и ритму жизни поэтому старайтесь смотреть американский youtube смотрите американские шоу или найдите контент который вам по душе и до переезда старайтесь проникнуться повседневной жизнью американцы следующий пункт нужно решить какой город вы хотите ехать жизнь в разных уголках сша может очень сильно отличаться в зависимости от города и штата потому что могут меняться привычки местных и жизненный уклад и спрос на специалистов например в таких городах как сан-франциско и сиэтл лучше всего подходят для работы в технологической сфере здесь всегда найдется занятие для дизайнеров и инженеров но стоит учитывать что конкуренция в этих городах достаточно высока нью-йорк подойдет для работы в финансовой сфере и для тех кто готов бежать и все время торопиться потому что там нужно ощущать ритм города не просто так нью-йорк окрестили большим яблоком мира чикаго остается так называемой столицей консультантов офисных работников и металлургов у бостона развитые сферы биотехнологий и огромное количество образовательных учреждений от начальных школ до университетов с мировым именем а также мощная медицинская сфера и сильнейший сектор высоких технологий лос-анджелес или город ангелов город вечного праздника и крупнейший центр по производству американской мечты он подойдет для тех кто давно мечтал стать актером моделью или для тех кто занимается кино режиссурой или музыкой а также тут развитая офисная работа и работа в сфере продаж флорида и майами это крупные медиа центры хорошо развитые финансовые и культурные центры здесь много работников сферы финансов телевидения и радио также обширная сфера деятельности в услугах таких как отели рестораны и бары потому что тут всегда много туристов следующий не менее важный пункт после выбора целей сроков и направления это то что вам нужно подготовить припасы для вашего переезда и чем больше у вас получится скопить тем лучше для вас я знаю людей которые успешно переезжали с двумя тысячами долларов в кармане и одной легкой сумкой на этот путь слишком трудный а после переезда вас ожидает растраты на аренду жилья медицинскую страховку на те же продукты на транспорт и на всякие мелочи так что чем больше запаса вам получится привести с собой тем лучше и спокойнее будет для вас и последний пункт который не менее важен перед переездом в сша это знание английского языка как бы скучно это не звучало но языковый барьер это проблема многих иммигрантов без знания языка человек превращается в блеклую версию себя умение эффективно коммуницировать по многому определяет насколько благополучно вы устроитесь в новой стране поэтому постарайтесь выучить язык как можно быстрее если у вас совсем нету времени я бы советовала вам начать с банального чтения книг и просмотра фильмов с английскими субтитрами хоть и в америке есть много русскоязычных районов где живут наши соотечественники но все-таки вы переезжаете в другую страну и вам будет комфортнее жить и обустраиваться зная английский язык потому что вы сможете самостоятельно писать различные обращения или если надо жалобы заявление смотря на лояльность к разным народам официальные бумаги следует заполнять на английском языке сознанием языка вам откроется большие возможности и вы сможете найти хорошую и высокооплачиваемую работу заводить полезное знакомство и чувствовать себя свободно говорю вам это только потому что сама была в ситуации когда мне казалось что я знаю базовый английский и в итоге мне пришлось тяжеловато первые полгода в сша я не понимала быструю речь американцев и разговариваю по телефону на английском не могла правильно связать свою мысль и и даже спустя три года жизни в америке продолжаю учить сленг и новые слова поэтому учите язык перед переездом как можно быстрее если вы сейчас учите английский язык то обязательно делитесь в комментариях какие способы изучения вы используете думаю для многих будет актуально любая информация вообще америка идеальная страна для иммиграции так как ее в принципе основали иммигранты и понятие коренной американец относится только к индейцам здесь ты не чувствуешь себя чужим поскольку иммигранты повсюду ну и конечно америка это страна возможностей умные и устремленные люди здесь не пропадут в общем еще раз тщательно взвесьте все плюсы и минусы и если вы все-таки решитесь на переезд желаю вам легкой адаптации и успехов надеюсь вам были полезны мои советы которые необходимо знать перед переездом в штаты спасибо что смотрели это видео ставьте лайк если вам понравилось это видео а мы с вами встретимся в следующем ролике всем пока